Австралийская модель, тело которой обгорело почти на 70% в страшном степном пожаре, в который она попала во время марафона. Казалось, будущее у девушки было на ладони, модные съемки, контракты, обложки журналов, но трагедия заставила переписывать планы заново. Ей потребовались десятки операций по пересадке кожи, а также два года ушло на восстановление. Турия потеряла все пальцы на правой руке, а на левой два. Рядом оказался любимый человек, школьный друг Майкл Хоскин, который бросил работу, чтобы быть рядом с любимой. Пит не бросила модельную карьеру, а наоборот, стала еще популярнее. Девушка пропагандирует любовь к себе и позитивный взгляд на жизнь. А в конце прошлого года Турия стала мамой. Самая юная обладательница Нобелевской премии мира Малалу Исуфза из Пакистана, будучи школьницей, пережила жестокое покушение на свою жизнь, получив огнестрельное ранение в голову. В 2009 году на нее напали талибы. Вооруженная исламская организация, стремящаяся урезать право женщин, запретить им учиться, работать, появляться в общественных местах без сопровождения родственника мужчины. 11-летняя Малала вышла из комы и продолжила свою борьбу за право на получение женщинами образования. В 2013 году вышла книга-биография «Я, Малала», мгновенно ставшая популярной. А в 2015 году на экраны кинотеатров вышел одноименный документальный фильм. Беттани начала заниматься серфингом с детства и уже в 8 лет получила свои первые награды. В 13 лет девочка лежала на доске и болтала левой рукой в воде, ожидая волны. Неожиданно она почувствовала острую боль, а вода стала окрашиваться в красный цвет. Беттани постаралась не запаниковать и добралась до берега, потеряв почти 50% крови. Чудом оставшись в живых, она вернулась на доску уже через месяц, начиная привыкать жить совсем по-другому. Спустя несколько лет после нападения акулы девушка смогла стать призером ряда крупных соревнований, также ей была присуждена престижная премия SP Award. В 6 лет будущая художница перенесла полемиелит, который сушил ее правую ногу, которую она всю жизнь прятала под длинными юбками. А в 18 лет Кало попала в страшную автокатастрофу, получив переломы позвоночника, ребер, таза, ноги и открытую рану живота. Вопреки прогнозам врачей, Фрида осталась жива. Ей пришлось перенести 32 операции, провести годы в гипсе на инвалидной коляске, жить с железным прутом в животе и тазу. Но мужество одержало верх, и Фрида раскрыла свой талант в творчестве, увековечив свое имя картинами. Журнал Time включил Темпл Грандин в список самых влиятельных людей мира. Она не является политическим деятелем или артисткой. Темпл – эксперт по поведению крупного рогатого скота. А еще аутист. Написав ряд популярных книг и научных разработок, Темпл заявила на весь мир, что аутизм – это не стоп-сигнал к успеху и жизни в целом. HBO снял фильм о Грандин, который заставляет восхищаться человеком, научившимся жить со своим недугом и вдохновлять поколения.